Подпишись на канал, а мы начинаем! Сколько еще будешь вспоминать о ней? Десятилетия? Века? Ты не хуже меня знаешь, что она давно тебя забыла. Мужчина в плаще спокойно двигался среди улиц. Постоянный дождь был визитной карточкой деревни, в которой он сейчас находился. Обчихи! Чихнул мужчина, протерев нос. Сыровато! Мой организм плоховато переносит такой климат. Неподалеку он увидел кофешку. Что же, я никуда не тороплюсь, так что можно немного и передохнуть, подумал человек. Войдя в заведение, он вздохнул полной грудью. Теплый воздух и приятный аромат ворвались в его нос. Приветствуем в крыльях ангела. Здравствуйте, сказал он, снимая дождевик. Показался мужчина средних лет с садыми волосами и бородой. Прическа у него была достаточно необычная, левая половина была сильно выбрита, а на второй располагалась пышная копна волос. Его глаза закрывали очки с оранжевыми стеклами. Что будете заказывать? Спросил человек за прилавком. Дайте горячее блюдо, чтобы согреть тело, и фруктовый чай. Человек кивнул. Он быстро заварил чай, передав тот клиенту, после чего встал за плиту. Вы не местный? Неожиданно спросил мужчина. Верно. Как поняли? Владелец кафе усмехнулся. Да по вам сразу видно. У вас вся кожа в мурашках из-за непривычного климата, а также такую пышную прическу почти невозможно встретить у жителей нашей деревни. Непрактично это, да и быстро все труды пойдут на смарку из-за неожиданного дождя. А такое у нас часто. Мужчина отхлебнул чай. Вы правы. Я турист. Пришел сюда, чтобы взглянуть на бывшего лидера деревни. Владелец сам себе кивнул. Ну да, мы далеко не туристическая деревенька, посмотреть у нас особо не начто. Но даже так, многих привлекает возможность посмотреть на самого бога. Клиент про себя хмыкнул. Бога. Ох, вы не видели настоящих богов. И они далеко не те существа, которые готовы помогать людям. Скорее они уничтожат наш мир, чтобы увеличить свою силу, подумал мужчина. Слово владельца кафе заставили его внутренне посмеяться. Когда блюдо было готово, мужчина быстро его съел. Заплатив, он поблагодарил владельца, натянул свой плащ обратно и вышел из заведения. Следующей его целью было самое высокое здание в этой деревне. Добравшись до него, он не стал входить. Вместо этого он обошел его, оказавшись на обратной стороне. «Это должно быть здесь», – подумал мужчина, глядя на поверхность воды. Он достал три свитка со специального ремня на поясе. Раскрыв их, мужчина положил каждый друг на друга. Как только была сложена печать, из облака дыма появилась небольшая субмарина. Мужчина залез в нее, привел в действие и погрузился в воду. Он медленно погружался и вниз, пока не оказался у самого дна. «Итак, где же ты?» – спрашивал сам себя, мужчина, глядя на радар. Он плавал некоторое время, пока на радаре не загорелась точка. Нашел. Подплыв к искомому объекту он обнаружил человека. Правда было сложно назвать это человеком. Кожа плотно прилегала к костям, в глазницах остались только черные дыры, волос вообще не имелось. Прошло столько лет, а он до сих пор находится в приемлемом состоянии. Это хорошо, не придется сильно заморачиваться. В субмарине открылись поемы, из которых показались механические щупальца. Они аккуратно обволокли человека, стараясь его не повредить. Очень быстро скелет оказался внутри, и субмарина начала всплывать. Вернувшись на поверхность, мужчина запечатал свою подводную лодку обратно. Дальше он распечатал небольшой резервуар закрытого типа. Поместив в него труп, он скрытно покинул деревню дождя. Эксперимент 07. Прошлые ошибки учтены и исправлены. Образец физиологически был идеально воссоздан. Осталось только запустить когнитивные процессы. Ученый стоял у панели, записывая результаты своих исследований. В кристаллической колбе перед ним плавало тело. Это был мужчина лет 50, с длинными белоснежными волосами. Произведя несколько манипуляций, ученый нажал на кнопку. По жидкости, в которой находилось тело, распространился ток. Сделав еще несколько действий, ученый прекратил подачу электричества. Ему пришлось подождать несколько секунд, прежде чем мужчина в колбе открыл глаза. Тот огляделся, не понимая, где находится. Хотя что уж там, он даже не знал, кто он такой. Затем прозвучил сигнал, и стекло колбы начало раздвигаться. Как только жидкость вылилась, человек впервые вдохнул настоящего воздуха. А потом он обратил внимание на подходящего мужчину в белом халате. Как только тот оказался на расстоянии в два метрах от него, то проговорил. «Поздравляю с рождением, Кашин Каджи!» Уровень обучения невероятен по сравнению с прошлыми образцами. И это относится не только к боевым навыкам стратегии, разновидности шифровки, скрытность. Почти все направления Шин обедаются ему с легкостью. Дефектов пока не обнаружено, проговорил ученый в диктофон. Также с недавних пор было заметно проявление ярко выраженных рефлексов. Особенно это хорошо видно во время сражений. Мужчина в маске, прикрывающий полу лица, который что-то писал, встал. «Амада, я закончил», — сказал Кашин Каджи, передавая несколько листов бумаги ученому. Мужчина прочитал информацию на них, и улыбка озарила его уста. «Превосходно! Ты почти готов к тому, чтобы выйти во внешний мир и получить практические навыки. Осталось только изучить полезные ниндюцы и увеличить твои знания». Положив стопку на свой стол, Амада сказала Каджи следовать за собой. Через несколько минут они оказались в небольшом помещении с ареной. «Сегодня у тебя будет серьезный противник». «Да, Дельта». В центре арены стояла девушка. По ее взгляду легко было понять, насколько она раздражена. «Хватит трепать языком. Давайте быстрее с этим покончим», — сказала она. Амада достал пачку сигарет из кармана. «А ты как всегда нетерпелива», — Дельта сказала Амада, закуривая. «Понись мощность до 50%. Ну и естественно, тебе запрещено использовать импланты с техниками. ПФ, да я даже без этого всего одолею твоего киборга. Уверенности тебе не занимать». Дельта и Кашин Каджи встали напротив друг друга. «Тогда начинайте». Как только сигнал был подан, оппоненты рванули в атаку. До этого ты сражался со слабыми противниками, победить которых мог без труда, Кашин Каджи. Все было для того, чтобы ты был готов к этой битве. Сейчас ты должен будешь пробудить свои настоящие навыки. Если нет, это будет проблемой», — думал Амада. Так как сила Дельты снизилась аж наполовину, она уступала Кашин Каджи. Все-таки та была киборгом, а Кашин Каджи модифицирован лично Амада, так что физически Дельта ненамного превосходила мужчину в плане физических возможностей. По крайней мере не настолько, чтобы иметь полное подавление даже при ослаблении в два раза. «Дельта, увеличь мощность до 75%», — приказал Амада. Девушке не нравилось, что мужчина ей командует, но оставалось только слушаться. Увеличив показатели тела на 25%, она начала сильно теснить Кашин Каджи. Более быстрые выпады, более сильные удары — все это заставляло противника отступать. Продолжаться подобное долго не могло, так что уже через небольшой промежуток времени Кашин Каджи получил прямой удар в грудь. Его с огромной силой впечатало в стену. Глубокие трещины распространились потой. Мужчина отхаркнул кровью, упираясь одной рукой об стену. Переложив силу, он прыгнул вниз, вернувшись на арену. Дельта размяла свои кулаки, готовая ко второму раунду. И снова Кашин Каджи оказался не способен ответить Дельте. «Дельта, увеличить мощность до 85%». После команды, Кашин Каджи стал простой грушей для битья. И в один из ударов, в его голове что-то промелькнуло. Мимолетное чувство, но именно благодаря нему, Кашин Каджи не только заблокировал удар, но еще и совершил финт, благодаря которому Дельту удалось повалить на землю. Это было настолько неожиданно, что сам мужчина удивился. «Ах ты!» — крикнула девушка, скидывая с себя Каджи. Мужчина плавно приземлился, не понимая, что сейчас произошло. Но Дельта не собиралась давать ему поблажек, вмиг сокращая дистанцию. Она атаковала ногой слева, целясь вбок. И тут, буквально на мгновение, нога Дельты заменилась другой ногой, мужской, с неестественной человеку, белой кожей. Глаза Кашин Каджи сузились, из-за чего он пропустил удар. Тело мужчины снова впечаталось в стену. Но он не пешил возвращаться в бой, схватившись за голову. А вот Дельта не собиралась ждать, пока тот оправится, как она думала, от ранения. Рванув, словно запущенная торпеда, Дельта готовилась нанести серьезный удар в грудь человека. С такой скоростью из силы Дельты, последствия такого удара и правда могли быть опасными. Однако Амадо не остановил девушку. Это был важный момент для Кашин Каджи и он не смел встревать. А даже если мужчина и получит серьезную рану, Амадо быстро его подлатает. И вот, как только удар должен был достигнуть Каджи, сцена в его глазах снова изменилась. Вместо Дельты находился мужчина. Лица Каджи разглядеть не мог, оно было как будто во тьме. Можно было понять лишь принадлежность к деревне из-за нечеткого, но все еще различимого, протектора. А ты хороший воин, услышал голос Каджи. Он сразу осознал, что это говорит он сам. Но я же молчал, думал Кашин Каджи. Затем послышался крик. Именно поэтому я стану чуточку серьезней. Каджи машинально повторил действия заговорившим. Он сложил печать змеи и процитировал слово человека. Львиная грива. Волосы мужчины удлинились и прежде, чем Дельта нанесла свой удар, она уже была полностью опутана ими. Все ее движения оказались заблокированы. Уста Амада озарила улыбка, когда он увидел использование техники, которой Кашин Каджи не обучался. Эй, то есть ему можно использовать техники, а мне запрещено? Крикнула Дельта, готовая уже нарушить приказ Амады использовать импланты. Но ученый не планировал продолжать их сражение. Свою цель то выполнила, а дальнейший спарринг может только навредить Каджи. На сегодня хватит. Кашин Каджи, отпусти Дельту. Мужчина кивнул и сделал так, как ему велел ученый. Вернув свободу своим конечностям, она хмыкнула, развернулась и пошла прочь из помещения. Каджи, иди за мной. Пройдя вдоль нескольких комнат, они оказались в одной из лабораторий Амада. Садись, сказал ученый. Послушно выполнив приказ, Каджи стал ожидать. Амада надел ему на голову какой-то прибор. На мониторе появилось 3D изображение мозга человека. Ученый исследовал несколько областей и улыбнулся, поняв, что все нормально. Кашин Каджи, на сегодня ты свободен. Уже темнеет, так что можешь идти спать, если у тебя нет никаких своих дел. Тогда так и сделаю. Мужчина попрощался с Амадой и отправился к себе в комнату. Хоть он и был модифицирован, ему все еще нужен был отдых. Улегшись на кровать и медленно закрыв глаза, он постепенно стал погружаться в царство сновидений. И думать забыть, если сунешься туда снова, ты труп. Теперь у них еще больше глаз и на ловушку с барьером они дважды не клюнут. Это наш единственный шанс. Нужно сваливать сейчас. Вы правы, если я покину барьер, меня скорее всего убьют. Но только так мы сможем узнать истинное лицо врага. Не думаю, что кому-нибудь еще раз удастся так близко подобраться к «если я сейчас убегу». Это наш единственный шанс узнать правду, сказал мужчина, держась за левую руку. Точнее, за ужасную рану, образованную из-за отрезанной конечности. После этого предложения сцена изменилась, и вот уже, переговаривающийся с кем-то неизвестным, мужчина лежит на земле в окружении пять человек. Он не мог поднять голову, дабы увидеть их лица. Были видны только их ноги и часть плаща черного, как смоль с красными облаками. Пять неизвестных объектов торчало из мужчины, насквозь пронзая того и принося вместе с этим огромную боль. Он пытался что-то сказать, однако из-за порванных голосовых связок данное действие выполнить не представлялось возможным. И вот настала последняя сцена. Тело мужчины погружается все ниже и ниже. Ощущение кожи леденящей воды, постепенное увеличение окружающего давления, чувство, как последние крупицы жизни покидают тело, тьма застилает обзор. Однако при всем этом, на губах мужчины играла счастливая улыбка. Кашин Каджи неожиданно поднялся с кровати. Он тяжело дышал, все его тело было покрыто потом. Он сразу проверил свое тело, в особенности левую руку. Удостоверившись, что его тело полностью цело, он с облегчением вздохнул. Такой реалистичный сон подумал мужчина. Так как он уже встал, а через полчаса должен был прозвонить будильник, Кашин Каджи не видел смысла вновь ложиться спать. Надев на себя одежду, он отправился на небольшую прогулку. По пути он встретил Дельту. Они обменялись приветствиями, после чего девушка сразу ушла. После прогулки, Кашин Каджи отправился к Амадо. Сегодня он должен был пройти пару исследований, а также получить больше актуальной информации. Так как в скором времени ты отправишься во внешний мир, тебе нужно запомнить Каги великих деревень. Основную их силу, известные нам слабости. Амадо начал перечислять от менее опасных, до тех, с кем лучше не сталкиваться. Кашин Каджи же вкратце записывал о них информацию в свой блокнот. Это была своеобразная привычка, появившаяся с самого его рождения. И вот очередь дошла до самого опасного Каги. Седьмой Хакаги деревни Листа Наруто Узумуки. Каджи посмотрел на изображение мужчины лет тридцать. Как только он увидел лицо Хакаги, он почувствовал, что где-то уже видел этого человека. Каха издал звук Кашин Каджи, одну руку кладя на голову. От взора Амадо данное действие не скрылось. Он нахмурился, после чего спросил, с тобой все нормально? Услышав голос Амадо, мысли мужчины за секунду стали чистыми. Все хорошо, просто небольшая головная боль. Ученый некоторое время посмотрел на Каджи, а затем продолжил рассказывать информацию. И чем больше Кашин Каджи слушал, тем более явно проявлялось чувство, даже не то, что знакомство, а какой-то близости с Узумуки Наруто. Записывая самую важную информацию в блокнот, в определенный момент его зрение поплыло. Современная шариковая ручка в его руке превратилась в старомодную перьевую, а блокнот стал книгой. Кашин Каджи моргнул и вот уже его окружение изменилось. Он сидел на каменных ступеньках, а недалеко от него расположился какой-то ребенок. Опять не вижу лица, подумал мужчина. Кроме протектора листа, единственное, почему можно было опознать мальчишку, так это по его комбинезону. И то, большинство деталей являлись размытыми. Но в любом случае, я ощущаю, как этот мир Шиноби переполнен ненавистью и услышал Каджи свой собственный голос. «Ненавистью?» Спросил ребенок. «Хотелось бы мне что-то сделать со всей этой ненавистью. И вычистить, как грязное пятно. Но даже не знаю, что для этого нужно. И однажды, я верю, настанет день». И тут мужчина услышал чей-то отдаленный голос. «Каш-джи-шин?» Кашин Каджи прозвенели в его ушах слова Амада. Блокнат выпал из рук Каджи, а затем он снова вернулся в реальность. Его взгляд пересекся со взгляда мученного. «С тобой же не все в порядке, я прав?» Спросил серьезно Амада. Кашин Каджи подумал некоторое время, после чего ответил «Да». «И в чем проблема?» Спросил Амада, хотя по его выражению лица казалось, как будто он уже знал ответ. «Вчера я не придал этому значения, а ночью посчитал всего лишь за кошмар. Однако прямо сейчас это снова повторилось. Неизвестные локации, неизвестные люди, неизвестные слова, произнесенные мною, все это появляется прямо передо мной. Каждый раз, когда появляются неизвестные мне сцены, я чувствую какой-то дискомфорт и небольшую боль». Амада выключил большой монитор и сказал «Иди за мной». Через несколько минут они оказались в лаборатории. Надев, как и вчера, на голову Каджи устройство, компьютер стал сканировать мозг мужчины. «Вроде бы все в порядке», — проговорил ученый. Просидев еще пару минут возле компьютера и не обнаружив ничего странного, он проговорил «Теперь каждый день тебе нужно будет проходить это обследование. Если вдруг тебе станет хуже, сразу сообщи мне». Кашин Каджи кивнул. Первые два дня никаких аномалий замечено не было, но впоследствии Амада обнаружил, что небольшая, можно даже сказать малюсенькая часть, мозга Кашин Каджи находилась в поврежденном состоянии. «Это снова повторяется», — подумал ученый. Он назначил специальные таблетки своему творению, в надежде, что те остановят процесс. К сожалению, они не смогли этого сделать. После каждой вспышки воспоминаний, его мозг повреждается. Тот просто не может принять старые воспоминания, как собственные, из-за чего отвергает их, вредя самому себя. Таблетки лишь замедляют разрушение мозговых клеток, однако в итоге образец 0,7 погибнет. А я думал, что избавился от этого дефекта. Видимо, мне не повезло. Он почти идеален, однако это, кажется, все-таки провал. Амада готовился сказать кодовую фразу. Как только она будет произнесена, человек, известный как Кашин Каджи, погибнет. Однако в самый последний момент, в голове ученого появилась идея. Хотя подождите, не стоит спешить. Если мозг сможет признать старые воспоминания, то Кашин Каджи не только вспомнит, кем был, но и клетки мозга начнут восстанавливаться. Прошлый образец бы не смог подобное провернуть из-за неохватки времени, ведь разрушение его мозга проходило семимильными шагами, и никакие препараты не могли ему помочь. А вот у образца 0,7 намного больше времени. И тут человек, собственно, о ком думал мужчина, спросил, «Амада, что со мной происходит?» Ученый подумал, как лучше всего сформулировать ответ. Прошлое переследует тебя. И если ты хочешь выжить, то тебе придется разобраться в нем. Кашин Каджи и Амада стояли на выходе с базы. Ты больше не Кашин Каджи. Забудь об этом имени, забудь об этой организации. Деактивация маски. После команды, маска слетела с лица Каджи. Амада кинул ему другую, полностью закрывавшую лицо. Мужчина с легкостью поймал ее. Теперь у тебя нет имени, нет прошлого. И если ты все-таки хочешь узнать, кем являешься, если хочешь выжить, одень эту маску и отправься на поиски. Используй появляющееся видение, как подсказки. Они станут твоим ориентиром в поисках. Следуй за ними и вспомни, кем ты был. Каджи посмотрел на маску в своих руках, после чего уверенно надел ее. Механизм в ней активировался, намертво вцепившись в плоть. Теперь ее можно будет оторвать только вместе с лицом. Для снятия маски тебе нужно будет сказать лишь деактивация маски, и имя. Своё настоящее имя, а не которое я дал тебе. Мужчина кивнул. До встречи, Амада сказал Каджи, разворачиваясь. Как только двери за ним закрылись, ученый проговорил вслед. Или же прощай. Пока он шел обратно в центр лабораторного комплекса, мужчина раздумывал. Он сам должен найти правду, иначе эффекта никакого не будет. Если ему просто сказать, кем он являлся, мозг все равно не сможет принять старые воспоминания. Ему стоит постепенно идти по ним, собирая, как пазл. И как только картина сложится в единое целое, один из трех легендарных санинов, человек с великой судьбой, вернется в этот мир. Хотя, мужчина на миг остановился. Или же человек, известный как Кашин Каджи и легенду прошлого объединятся, став кем-то совершенно другим? Выйдя из комплекса, Кашин Каджи открыл карту Мирышиноби. За эти два дня в его голове всплыло еще несколько воспоминаний, однако по ним он не мог понять, куда ему следует направиться. Каждую ночь мне снится один и тот же сон. Так что, следуя ему, нужно для начала узнать, кем являются люди в черных плащах и с красными облаками на них. Амадо пока не обучал Кашин Каджи истории, так как эти знания были не самым главным для его детища. Именно поэтому мужчина не знал об организации, из-за которой развязалась четыре мировая война Шиноби. Ему понадобилось пять часов, дабы добраться до ближайшей деревни. Все-таки лаборатория Амадо располагалась вдали от людей, ведь было бы неприятно, если бы ее обнаружили из-за того, что она находится рядом с какой-нибудь деревней. Сама деревня представляла из себя скорее небольшое поселение, насчитывающее всего 130 человек. Кашин Каджи сомневался, что сможет найти тут информацию, однако все же решил поинтересоваться. Он ничего не потеряет от этого, а если здешние обладают нужной ему информацией, даже хотя бы частью, это поможет ему. И это оказалось правдой. Хм. Вы говорите об Акацуке? Спросила женщина. Ее немного смутила маска неизвестного, но это был мир Шиноби, в нем куча чудаков находилась. Тут мужчина нахмурился. Перед ним опять начали мелькать сцены, невиданные им раньше. Он находился в каком-то помещении, его руки упирались в пол. Стены походили на чью-то плоть и от него бежало двое людей. Они были облачены в плащи с красными облаками. В руках одного виднелся объект, очень похожий на меч. Хоть и форма была нестандартной, но что это еще могло быть? Также перед ним расположился ребенок, одеяние которого Кашин Каджи уже видел ранее. Это бесполезно. Еще не родился такой ниндзя, который сможет вылезти с живота жабы. — сказал мужчина, от лица которого наблюдал Каджи. После своих слов он вдавил ладони крепче в пол и стены пришли в движение. Они начали сжиматься и появилось несколько отростков, устремившихся в сторону беглецов. Через несколько секунд мужчина почувствовал что-то и рванул к врагам. Завернув за угол, он обнаружил большую дыру. На ее краях он заметил языки черного пламени. Главный мудрец, что это происходит? Послышался голос ребенка сзади. Он побежал за мужчиной и как только увидел дыру в стене, сказал, «Они оба вылезли». На этом воспоминание обрывалось. Видя, как Кашин Каджи схватился за голову, женщина занервничала. «С вами все в порядке?» Человек помедлил, приходя в себя, прежде чем ответить. «Да. Просто болезнь опять дает о себе знать». Затем Кашин Каджи переспросил о Кацуке. Услышав слово мужчины, женщина сильно удивилась. Судя по вашему голосу, вам уже за сорок, однако вы не знаете об Окацуке. Та самая организация, из-за которой началась 4 мировая война Шиноби и против которой все Шиноби сплотились для победы над ней. Также из-за них все человечество погрузилось в сон. И если бы не Узуума Киноруто и Учиха Саски, герой войны, мы бы так и остались вечно погружены в мир грез. Получив немного информации, Кашин Каджи проговорил, «А, так вот что это было. Простите, наверное, я показался дураком в ваших глазах. Наш род всегда был очень религиозным и тогда я подумал, что это было наказание Божье. А когда все разрешилось, я погрузился в самопознание, чтобы стать лучше и больше не разочаровывать Бога. Что, наказание? Но ведь все видели счастливейшие сны. Видя подозрения в глазах женщины, Кашин Каджи тяжело вздохнул. Он исчез из поля зрения женщины, оказавшись за ее спиной. Ты даже не успела понять, что произошло, как потеряла сознание. Мужчина решил быстренько покинуть это поселение. Он уже получил достаточно информации, так что все, что ему оставалось, это найти город или деревню с библиотекой. Такое масштабное событие точно должно было быть записано в аналлой истории, так что ему нужно только заглянуть в соответствующий раздел. А значит и информация о членах организации должна быть общедоступной. Следующий город в 9 часах, однако судя по его размерам, сомневаюсь, что там будет нужная мне информация, констатировал Кашин, смотря на карту. Он тяжело вздохнул и его ноги пришли в движение. Как он и предполагал, информации там не нашлось. Даже больше, там просто-напросто не было библиотеки. Именно поэтому он потратил еще два дня. По их истечению, он оказался в большом городе. Вот тут точно должна была быть библиотека. Ему быстро удалось ее найти. Подойдя к библиотекарю, он запросил книгу по нужному для него материалу. Ему быстро ее выдали, и судя по ее потрепанному состоянию, много кто интересовался организацией Аковсуки даже в нынешние времена. Итак, Кашин Каджи приступил к изучению этой организации. На первой странице красовался последний ее лидер. Его портера не было, только информации о нем. Учхо обидно пробубнил себе под нос Кашин Каджи. Это имя не заставило воспоминания пробудяться в его голове, как и прочитанная биография, так что мужчина сразу перешел к следующему члену организации. Дальше шел Пейн. Пейн как только слова покинули его уста, голова Каджи вновь заболела. Сразу несколько вспышек воспоминаний поразило его. Кажется, именно он убил того человека. Кашин Каджи начал быстро читать информацию о нем. С каждой строчкой, его голова все больше и больше начинала болеть. Как эта мешанина. Ханза, Пейн, Ринниган, Нагата последнее слово Кашин Каджи сказал непроизвольно. Он удивился этому, но ему не дали время для обдумывания, так как картины начали мелькать перед ним. Как только он пришел в себя, его дыхание стало тяжелым. Я, еще раньше был с ним знаком. Еще когда он был ребенком. Дальше шел Учхо Итачи, и вот у него была фотография. Правда, перед ним предстал парнишка 13 лет. Так как организацией являлась преступной, деревни, выходцами которых были члены Кацуки, предоставляли портреты инукининов, сделанные только до их предательства. Пару сцен вновь предстало перед глазами Каджи. Его зрение аж помутилось, однако он продолжил читать. Кисами. У Каджи уже было воспоминание, связанное с этим человеком, так что некоторые сцены с его участием для него стали ярче. Канан. Лишь от одного имени, снова бурный поток воспоминаний прошелся по его мозгам. Дыхание у мужчины перехватило, а из носа пошла кровь. Он не лили сдержался, чтобы не потерять сознание. Быстро достав баночку с таблетками, он проглотил одну. Через некоторое время, ему стало легче. На сегодня хватит. Видимо, из-за слишком большого наплыва воспоминаний, мой мозг перегружен. Нужно отдохнуть пару дней, прежде чем продолжить изучение. Затем он еще раз взглянул на имя женщины. Он закрыл книгу и вернул ее библиотекарю. Вернулся Кашин Каджи спустя целую неделю. А все из-за того, что после ознакомления с четырьмой и членами Акацуки, за прошедшие дни в его мозгу появлялись дополнительные воспоминания, связанные с ними. Он решил подождать, пока тень уложится, прежде чем возвращаться к прочтению. К концу дня, Кашин Каджи сидел на скамейке, раздумывая. Свежий воздух обдувал его лицо, помогая с рассуждениями. Кем же я был раньше, раз повстречался с половиной из членов этой организации и заставил многих из них аж убегать от меня. Еще некоторое время пребывая в размышлениях, Кашин Каджи пришел к следующему. Решено. Мне стоит посетить деревни, в которых находились встречные мною Акацуки. Может быть там я найду ответы. Он взглянул на карту. Самый большой импульс у меня вызвали Канан и Пейн, а это значит, что лучшим решением будет отправиться сначала в деревню Дождя. Однако из-за того, что лаборатория Амада располагается на одном из островов вблизи страны воды, то стоит для начала наведаться в деревню Тумана. Кашин Каджи взглянул на небо. Я встречал их, еще когда они были детьми. Их и еще одного ребенка. Надо выяснить, кто же был последним. Его разум сильно устал за сегодня, так что он решил пока не думать об этом и отправился в гостиницу, где сразу же вырубился. На следующий день, когда его мозг отдохнул, он решил покинуть деревню. Следующей его целью был порт. Там он сядет на корабль и отправится в Киригакури. Прибыв на место, он взобрался на борт, и они отчалили водную из великих скрытых деревень. Кашин Каджи стоял возле бортика, смотря заводные поверхности и сцена перед глазами на секунду изменилась. Однако мужчина уже привык к этому. Все это было настолько мимолетно, что ни капельки не напрягало его мозг. Как только он оказался в Киригакури и провел там пару дней, он понял, что эта поездка была плохим решением. Данная деревня настолько изменилась со времен существования Кацуки, что ничего знакомого он в ней найти не смог. Именно поэтому он быстро решил направиться в деревню Дождя. Прежде чем оказаться в ней, ему нужно было преодолеть всю страну Огня. А раз ему все равно по пути, то он решил заглянуть в Канаху. Несколько раз в его воспоминаниях мелькало название этой деревни и они были очень яркими. Он решил, что побывать в ней не будет лишним. Из-за климата стран Огня, деревья тут находились на каждом шагу. И все они были очень большими, позволяя Шинобе свободно по ним передвигаться. Естественно, Кашин Каджи впервые оказался тут. Он был выращен Амада и с момента его рождения прошло всего два месяца, половину из которых он провел в лаборатории. Находясь в окружении деревьев, у него появлялось такое чувство, как будто он вернулся домой. Уж слишком все казалось таким родным и привычным. И вот пока он наслаждался природой, несколько сцен, в которых он сражался на подобных больших растениях, промелькнуло перед ним. Он закрыл глаза, позволяя воспоминаниям свободно проецироваться. Чем больше заполнялось пустых мест в его памяти, тем более отчетливо стало показываться прошлое их владельца. Лица, на которых ранее висела темная пелена, теперь в большинстве своем стали видны. А так как многие воспоминания были связаны между собой, то картина постепенно вырисовывалась. Однако его проблема с каждым днем становилась все серьезнее. Судя по тому, что мне сказал Амада, у меня остался всего месяц. Если за это время я не верну себе память, мне конец думал Каджи. Он был спокоен, смерть не пугала его. Однако, конечно, он бы предпочел все-таки выжить. Пока мужчина шел по тропинке, он споткнулся. Уже сейчас моя координация движений немного нарушена. Стоит поторопиться, пока не стало хуже. Если начнут понижаться умственные способности, сомневаюсь, что мне удастся добраться до истины. Через два дня, Кашин Каджи добрался до Канохи. Выйдя из леса, он увидел недалеко огромные ворота. Это бы вход в деревню скрытого листа. А за ним возвышалась гора, на которой были высечены лица предыдущих Хакаги. Вот только, мужчина даже не успел сделать шаг, как в его голове начали всплывать события. Он не то что содрогнулся, все его тело в мгновение ока ослабело, потеряв большую часть сил, вследствие чего он упал на землю. Такие сильные воспоминания, черт выругался про себя Каджи, пытаясь подняться. Из его носа вновь начала течь кровь. Вот только как бы он ни старался, тело не слушало своего владельца. Ситуация только ухудшилась, так как его глаза стали опускаться, а он чувствовал, как теряет сознание. Эй, с вами все в порядке? Это было последнее, что услышал мужчина. Пока Каджи пребывал в царстве Морфея, множество сцен мелькало перед ним. Организм не мог принять и обработать настолько большое их количество, так что пришлось вести тело в некое подобие анабиоза. Когда же он пришел в себя, его взгляд как-то изменился, по сравнению с тем, каким был. Кашин Каджи огляделся, пытаясь понять, где он сейчас находится. Значит я в больнице понял по соответствующему интерьеру Каджи. Недолго думая, он открыл окно и выпрыгнул из него. Оказавшись на земле, он удостоверился, что его никто не видит и сложил печать. Появилось облако дыма. Как только оно рассеялось, стоял уже совершенно другой человек. Он спокойно вышел за территорию больницы. Через некоторое время в палату, где проснулся Каджи, вошла медсестра. Увидев, что кровать пуста, она зазиралась, не понимая, куда пропал пациент. Такого со мной еще ни разу не было, подумал Кашин Каджи, гуляя по конохе. С этой деревней связано так много воспоминаний. Видимо, в прошлом она имела для меня очень большое значение. Он взглянул на большое здание, расположившееся в конце дороги. Им являлась резиденция Хакаги. Туда мне путь точно закрыт. Каджи обратился к проходящему старику. Извините, не подскажите, где тут Ищер и Курамен? Узнав путь, он быстро добрался до заведения. В сравнении с тем, каким он его видел в своей голове, нынешний Рейчер и Курамен сильно отличался. Он немного постоял у входа, после чего все же зашел. Добро пожаловать! Появилась женщина перед ним. Каджи внимательно осмотрел ее, после чего поинтересовался. «Вы ой, миме?» Верно кивнула женщина, «Что будете заказывать?» Каджи взглянул на постер возле стойки для заказов. На нем красовался мужчина с лисьями и узорами на щеках. «Дайте, пожалуйста, большую порцию черыкурамина с мясом, свининой и побегами бамбука. Хорошо, будет готово через 7 минут». Сам мужчина пока сел, ожидая свое блюдо. «А где сейчас ваш отец?» «Если я не ошибаюсь, Тьючсен заведует этим заведением», спросил Кашину Айми. Женщина немного удивилась такому вопросу, но быстро ответила. «Папа три года назад отошел от дел, передав черыкурамен в мои руки. Думаю, он сейчас гуляет где-то в парке Канохи, это его любимое место». Ясно кивнул мужчина в понимание. Дождавшись своего заказа, Каджи принялся к приему пищи. Как только он вкусил главное блюдо и черыкурамены, воспоминания вновь промелькнули в его голове. Каждый раз, когда мужчина в прошлом ел этот рамен, с ним сидел мальчик с колючими желтыми волосами. Он уже не раз появлялся в воспоминаниях Каджи, но теперь мужчина ясно видел внешность того. Часть и пазла, представляющие из себя разрозненные воспоминания, наконец-то заполнили некоторые пробелы. Неожиданно с его глаз потекли слезы. Он быстро начал вытирать их, недоумевая от подобной реакции. Его сердце забилось чаще, эмоции прямо выплескивались из него. Увидев это, Аминьми улыбнулась. Видимо, Шиноби перед ней давно не ел нормальной еды, оттого и такая реакция. Если я сейчас отправляюсь в библиотеку, то с легкостью узнаю, кем был раньше. И одновременно с появившейся мыслью, Каджи покачал головой. Однако это не поможет мне по-настоящему вспомнить, кем я был. А значит и смерти мне не избежать. Оплатив заказ, мужчина поспешил отправиться в парк. За сегодня ему предстоит посетить еще много мест в Канохе. К вечеру, Кашин Каджи уже стоял напротив ворот Канохи. Он повстречался с Тючей, благодаря чему еще дополнил свои воспоминания. Также Каджи сходил в местные горячие источники. Пришлось повторить несколько неприличных сцен из воспоминаний, но это того стоило. В общем, куда он мог попасть и если это место фигурировало в его воспоминаниях, он попадал. Мне кажется, я еще вернусь сюда, думал Кашин Каджи, проходя через выход из деревни. Вечером следующего дня в кабинет прошлой Хакаги вошла женщина средних лет. Цунади Сама, вы срочно должны это увидеть. Синджу с интересом посмотрела на вошедшую, а затем и на документ, который Тарьяна пыталась ей всучить. «Что это, миса?» спросила Цунади, еще раз взглянув на нервную женщину. «Вам лучше самое это прочитать, закаясь», произнесла та. Взглянув на первые несколько строк, она нахмурилась. Ее взгляд стал максимально серьезным, и Цунади внимательно вчитывалась в каждое слово. После пошли различные диаграммы, таблицы, изображения. «Это какая-то ошибка» остраненно проговорила пятая Хакаги. «Сделайте повторный анализ, вероятнее всего группа судмед экспертов ошиблась. Все данные перепроверены пять раз». Цунади некоторое время молчала. «Невозможно наконец-то в шоке» проговорила Синджу. Затем она спросила, где сейчас находится человек, у которого взята кровь. Он покинул больницу, и никто его не видел. Следом последовал еще один вопрос, «Хакаги знает о нем». Женщина покачала головой. «Тогда я сама об этом доложу, можешь идти». Как только Цунади осталась в кабинете одна, ее руки задрожали. Она быстро покачала головой. «Даже не смей думать об этом Цунади, это просто глупо». «Не давай себе глупых надежд». Затем она встала и направилась в резиденцию Хакаги. Даже если все это огромнейшая ошибка, она должна доложить об этом Наруто. Кашин Каджи же двигался по направлению к деревне Дождя. Он чувствовал, что ему осталось совсем немного до того, как он полностью вернет себе память. Деревня бывшего лидера Акацуки по совместительству его ученика должна была стать финальным местом. Путь был не близким, так что на путешествие он потратил где-то два недели. Вместе с этим он также посетил несколько населенных пунктов, которые вызывали в его мозгу соответствующие реакции. Вот я наконец стоя здесь проговорил Каджи, стоя у главного входа в деревню Дождя. Он с легкостью прошел проверочный пункт, после чего начал собирать информацию. Быстро узнав о Пейне, он отправился в мемориал, построенный в его честь. Он находился в самом высоком здании в деревне, являющейся в прошлом, по совместительству, и базой лидера Дождя гордились, что когда-то ими правил, как они называли, Бог, даже зная, что он являлся членом преступной группировки. Они считали, что у того была какая-то великая цель, а им просто было не дано ее понять. Оказавшись в нужном месте, Каджи прошел строжайшую проверку. Даже на входе в саму деревню его так тщательно не допрашивали и не обыскивали. Оказавшись внутри, мужчина наиспейном. Каджи даже не обратил на них внимания, зайдя в лифт и нажав на кнопку. Как только мужчина оказался на последнем этаже здания, он заметил большое количество охраны. Если он хоть что-то подозрительное попытается провернуть, его тут же схватит. Здесь также было множество особых предметов, но самым главным был объект, располагающийся в самом конце помещения. За огромной витриной, среди красочных цветов, лежало два тела, рыжеволосый молодой парень и красноволосый мужчина средних лет. Каджи хватило всего одного взгляда, чтобы возбудить свои нейронные синапсы в мозгу. Небольшая струя крови вытекла из его носа, но по сравнению с прошлыми разами, сейчас последствия были слабными. Кашин Каджи с грустью посмотрел на мертвых людей. Затем он развернулся и пошел обратно к лифту. Все еще недостаточно думал он, постукивая по маске. Чегото не хватает. Но чего? Вскоре он оказался на улице. Вместо того, чтобы покинуть деревню, мужчина прошелся вокруг здания. Он быстро оказался в знакомом месте. Конечно, за прошедшие годы, а может и десятилетия, произошло много изменений, однако по оставшимся ориентирам, Кашин Каджи вспомнил, где сейчас находится. Здесь прошлого меня и убили вздохнул Каджи. Небольшое воспоминание всплыло в его голове, хотя оно было незначительным и так, я зашел в тупик. Мужчина присел на землю, раздумывая. И прошло несколько минут, прежде чем его не осенило. Хотя, нет, есть еще одно место, в котором я не побывал, вдруг осознал Каджи, вставая и начиная складывать печати. Если я прав, контракт кровью все еще действует, а значит у меня должно получиться. Свинья, собака, птица, обезьяна, овца. Что же, надеюсь все получится, подумал Каджи, кладя руку на землю. Техника призыва. Появилось облако дыма. Не прошло и пара секунд, как оно развеялось, а на месте мужчины больше никого не было видно. Какое знакомое место, проговорил Каджи, очутившись в странной локации. Я не был уверен, что вообще договор еще действует, да и обратный призыв, без призыва телес обратной стороны сработает. Будем считать, что мне повезло. Огромные листья, такие же огромные статуи каменных жаб, странные, похожие на личинки, сооружения, из которых вытекала вода. Воспоминания вновь начали вспыхивать, еще более яркие, чем до этого. Я, я близок, осталось совсем немного. Я это чувствую, пробубнил Каджи, держась за голову. И тут послышался чей-то голос. Ого, давненько в наши края не заглядывал человек. Даже Нарута-чан нас не навещает, проговорила небольшая жаба с фиолетовыми волосами, одетая в черный плащ. Дед, а ну-ка пойди сюда, поприветствуй нашего гостя. Из небольшого домика неподалеку показалась еще одна жаба. Та была одета в зеленый плащ, а также выделялись густые белые брови, небольшая белая бородка, их взгляды пересеклись, после чего жаба улыбнулась и старческим мужским голосом проговорила и правда гость. А я уже думал, что ты с ума сошла, бабка. Если кто и тронется головой из нас двоих, то это точно будешь ты, старый хрыч. Ладно-ладно, не при гостях же себя так вести. А потом произошел взрыв, повлекший за собой цепную реакцию в голове Каджи. Пятна, скрытые до этого пеленой тьмы, начало рассеиваться. Фрагменты мозаики складывались, образуя цельную картину. Тело мужчины задрожало, он упал на землю, находясь в припадке. Большинству могло показаться, что он находится в ужасном состоянии, вот только Кашин Каджи чувствовал себя, как нельзя лучше. Как будто его сознание очистилось. Но правда ли это был тот самый Кашин Каджи? В следующую секунду, как только все воспоминания вернулись к нему, мужчина оказался в каком-то белоснежном пространстве. Повсюду летали светящиеся частицы света, проносясь возле его тела. Каджи осмотрелся вокруг. «Полагаю, ты джирая?» — спросил Каджи, видя силуэт, повернутый к нему спиной. Высокий мужчина, с длинными белоснежными волосами, одетый в зеленое кимоно, поверх которого надет у красной хори, предстал перед Каджи. У них были идентичные лица, только прическа отличалась, да и бороды у второго не наблюдалось. Джирая слабо улыбнулся, глядя на своего собеседника. «Приветствую тебя, Кашин Каджи!» «И да, ты прав, я Джирая, приятно познакомиться». Санин протянул руку, ожидая ответного действия со стороны собеседника. Однако Каджи не пешил жать руку. Джирая ничего против не сказал, лишь улыбаясь. Странно все-таки видеть свою точную копию. Никакой не клон, а самое, что ни на есть, созданное по-моему подобию живое существо. Как только речь была закончена, Каджи накинулся на него, хватая за шиворот. Такая реакция удивила Санина. «Еще раз услышу от тебя нечто подобное, неважно, что ты уже мертв, я тебя убью еще раз». По лицу Каджи, да и по голосу тоже, легко можно было понять, насколько мужчина зол. «Я не твоя копия, мое имя Кашин Каджи. Запомни это». Джирая сразу понял, почему у человека перед ним такая реакция. Санин взмахнул рукой. Частицы света вокруг них закрутились, формируя определенные сцены жизни жабьего отшельника. Теперь они являлись полными, без каких-либо черных пятен. Он также положил свой указательный палец в центр груди Каджи. Сразу же от того места распространилось небольшое свечение. Каджи сразу же отпрыгнул, хватаясь за грудь. Хоть он и создал дистанцию, сияние не исчезло. Что ты сделал? В тебе находится частичка моей души, Каджи. Я лишь заставил ее проявиться. А также у тебя мои воспоминания. Разве это не говорит о том, что мы с тобой являемся одним и тем же человеком? Лицо собеседника стало суровым, но в то же время задумчивым. Через несколько секунд он уверенно проговорил «нет». Джиро ничего не сказал, ожидая пока собеседник расскажет ему, почему он так считает. Бесспорно, я получил твои воспоминания и иногда не оказывали на меня сильное влияние, однако моя личность так и не изменилась. Для меня это был всего лишь фильм, просмотр которого заставил меня только задуматься о некоторых вещах. Но я, это все еще я. Джиро некоторое время молча стоял. Да, ты прав Каджи неожиданно сказал Джиро, мы с тобой лишь генетически похожи. Прости меня за мою грубость, я не хотел тебя обидеть. Арсельник искренне поклонился, осознав свою вину. Ладно, проехали взмахнув рукой, дабы Джиро вернулся в стоячее положение, проговорил Каджи. Лучше скажи, где мы находимся? Ну а где еще могут находиться умершие люди? Услышав эти слова, Каджи опешил. Хочешь сказать, я мертв? О, нет-нет-нет, начал жестикулировать Джиро. Как я и сказал раньше, в тебе находятся к моей души, и как только она поняла, кому принадлежит, то захотела вернуться к первоначальному владельцу, то есть ко мне. Но так как она заперта в твоем теле, то соединиться не может, однако обладает способностью установить между нами связь. Ты все еще жив, и можешь вернуться обратно в мир живых, как только этого пожелаешь. Ну и как мне это сделать? Не торопись, Каджи, есть одна очень большая проблема для тебя. Творение Амада в недоумении взглянуло на мужчину. О чем ты? Джиро помедлил с ответом, что встревожил Каджи. Санин тяжело вздохнул. Так как эта частица души пытается вернуться ко мне, то она постепенно разрушает твой организм. Ведь если ты умрешь, то она снова воссоединится со мной. Услышав эти слова, тело Каджи упало на землю. То есть, все что я делал до этого, было пустой тратой времени на удивление спокойно проговорил мужчина. Ну а что еще ему было делать? Истерикой делу не поможешь, как в прошлом случае, он и правда может разозлиться. Не унывая, вдруг послышалась от Жирая. Есть выход из этой ситуации. Не уверен, что он тебе понравится, но другого решения у меня нет. Каджи обратил все свое внимание на Санина. Я и так умру, что может быть хуже. Тоже верно. Тогда слушай, так как часть души пытается вернуть ко мне, я также могу вернуться к ней. Если мы будем достаточно близко друг к другу, то и твое тело перестанет разрушаться. Каджи уже начал понимать, к чему Джирая подводит. И следующее слово жабьего отшельника подтвердили его домыслы. Так что нам придет стесниться вдвоем в одном теле. Какие-то побочные эффекты от этого? Подозрительно взглянув на Джирая, поинтересовался Каджи. Особо никаких нет, просто иногда мне придется занимать тело, чтобы душа не начинала отторгать организм. Улыбнувшись, почесал затылок Джирая. А какая тебе с этого выгода? Нет, ты добрый человек, я это знаю, однако неужели прямо вообще никаких корыстных целей у тебя нет? Улыбка на лице Санина стала кривой. На самом деле я бы тебе и просто так помог, так как в мире мертвых достаточно скучно, а наблюдение за тобой могло разбавить эту скуку. Да, приятно было встретить моих друзей, учителей, учеников и погибших в бою, однако заняться здесь больше нечем, кроме как общаться, но... Но это не самое главное продолжил за него Каджи. Джирая кивнул. Большую часть времени ты будешь у руля, Каджи, но позволь мне иногда пользоваться телом. У меня остались незаконченные дела, которые я хочу решить. И люди, с которыми я вновь хочу увидеться. Санин погрузился в свои воспоминания и на его лице отобразилось добродушие. Только мысли о том, что он увидится с теми, с кем еще долго бы не смог, заставляли его кровь пожилом течь быстрее. Каджи лишь на несколько секунд задумался, после чего выдал такой ответ. Я с удовольствием помогу легендарному шиноби. Мужчина медленно открыл глаза, чувствуя сильную головную боль. У него сейчас было такое чувство, как будто вчера он серьезно так напился, и вот сегодня наступили последствия. Он немного полежал, прежде чем медленно поднялся. Он осмотрел свое окружение. Сначала он не сразу понял, где находится, но очень быстро признал знакомую обстановку. Когда он только попал на гору Мьёбаку, это место стало для него вторым домом. Каджи слабо улыбнулся, а затем коснулся маски на своем лице. Гладкая холодная поверхность ощущалась кончиками пальцев. И не успел он что-либо сделать, как на входе в дом появилась небольшая жаба. Конечно же, небольшой она была по сравнению со здешними амфибиями, рост которых достигал несколько десятков метров. Представитель этой расы перед ним был всего лишь сантиметров тридцать, не больше. Следом за ней зашла еще одна жаба. Ох, наконец-то проснулся. Мы так распереживались, когда ты потерял сознание, сказала она. Каджи на это ничего не ответил. Хотя нет, не так, кое-что он все же сказал. Одна фраза покинула его уста, смутившая двух жаб. Деактивация маски Джирея. Как только слова были сказаны, послышался скрип от маски, а также странные хлюпающие звуки. Постепенно все это стихло, а лицо Каджи освободилось от сковывающего его все это время предмета. Как только жабы увидели его, они, мягко говоря, пришли в шок. Да, прическа была другой, кроме того, появилась борода, однако внешность человека они сразу узнали. И не успели они хоть что-то произнести, как их прервали. Дедули, бабули, давно не виделись, слезы скопились на глазах Джирайя, пока он это говорил. Он не мог держать эмоции, именно поэтому в следующее мгновение целый ручей слез потек по его щекам. Дед, пожалуйста, скажи мне, что мои глаза меня не подводят. Я ведь не одна это вижу и пробормотала женским голосом, не веря собственным глазам, жабы с фиолетовой афропрической. Как и у мужчины перед ней, с ее глаза покатились слезы. Джирайачин, это правда ты? Еле сдерживаясь, спросила вторая жаба, только теперь слышался мужской голос. Да, это, это я улыбнувшись самой счастливой улыбкой, ответил мужчина. Мальчик мой крикнул Ашима, прыгая прямо в грудь Джирайя. Мужчина схватил жабу и крепко обнял ее. Потом он взглянул на Фукасаку, который больше не мог сдерживаться. Словно прорвали дамбу, слезы хлынули из его глаз. Он, недолго думая, также прыгнул к Джирайи и вот уже два амфибия оказались в его объятиях. Плач всех троих сливался в единое целое, создавая настоящую симфонию, которая тронула бы ни одно сердце. Даже давно черствое, оно могло растать перед увиденной сценой. Что касается Фукасаку и Шимы, это был самый счастливый день в их жизни. И с этим было сложно поспорить. Они целую минуту изливали свои чувства, пока наконец-то не начали успокаиваться. Джирайачин, ну как ты выжил? Спросил Фукасаку. Что же, это довольно интересная история. Через несколько минут рассказ подошел к концу. Фукасаку и Шимы переглянулись. Сами они давненько не контактировали с Конахой, но некоторые жабы с мастерства, насколько далеко шагнуло развитие технологий за последние десятилетия. Хотя, даже в прошлом, тот же Арачимару спокойно мог клонировать людей. Однако это и правда были всего лишь клоны, не обладающие воспоминаниями души исходного тела. Вдруг ваша ма схватила Джирайя за руку. Мальчик мой, вставай, ты просто обязан показаться стальным. Джирайя не оставалось ничего другого, кроме как послушаться старую жабу. Фукасак был счастлив видеть подобную сцену перед собой. Он даже мечтать не мог, что они все снова встретятся. Он прыгнул на плечо своего ученика, как в старые добрые времена. Жена не спешила отставать от мужа, так что сразу же оказалась на два плеча. На лице Джирайя от всего этого появилась еще более сияющая улыбка. Вижу ты доволен послышался голос в голове Джирайя. Естественно, он принадлежал Каджи. Что же, я совру, если скажу обратное мысленно передал свои слова отшельник. А ты разве совсем ничего не испытываешь? Твои воспоминания словно фильм, притом очень качественный. А ты главный герой, за просмотром истории которого мало кто останется равнодушным. Поэтому да, мне приятно видеть эту картину слегка улыбнулся Каджи. Спасибо слабо пробормотал Джирайя, на что человек лишь слабо покачал головой. Вскоре они нашли первого старого знакомого Джирайя. Это была огромная жаба, ростом 30 метров, не меньше, одетая в жилет хапи. Она лежала на боку, повернутая к ним спиной, так что пока не замечала гостей. Попутно с этим, она иногда выдыхала облако дыма, а в большущей лапе виднелась огромная трубка для курения. Фукасаку хотел позвать эту жабу, однако Джирайя его восстановил. Он улыбнулся, положив свой указательный палец к губам. Он вложил чакру в ноги, после чего прыгнул, аккуратно приземлившись на голову жабы. Так как это была гора Мьебако, жаба была полностью расслаблена и даже не заметила, как у нее на голове ктато появился. Совершив еще один прыжок, мужчина оказался уже на ее носу, смотря прямо в глаза огромной амфибии. Давно не виделись гомобунта с ярчайшей улыбкой, проговорил Санин. Увидев лицо мужчины и двух уважаемых старейшин, сидящих на его плечах, жаба настолько сильно открыла рот, что трубка упала на землю, подняв облако пыли. Он не мог поверить своим глазам. На секунду у него даже появилась мысль, что на него наложили гендюцу. Он сложил печать Кай, но, конечно, картина перед ним не изменилась. Да настоящий я, настоящий гомобунта. Верно, мы и сами сначала не поверили, но это так послышалось от Шимы. Выражение гомобунта было сложно описать, столько эмоций на его лице Джиро видел впервые. В уголках его глаз появились небольшие слезинки, которые он пытался сдержать. Но даже такая личность, как гомобунта, не мог противиться своим эмоциям. О, неужели всегда черствый гомобунта растрогался? Черт, заткнись Джиро и кричал гомобунта, вытирая глаза от слез. Однако как бы он ни старался, те продолжали литься. Конечно, меня переполняют чувства, как может быть иначе. Вдруг земля затряслась и недалеко показалось два больших силуэта. Ход Джиро видел их только когда они были детьми, и он их быстро узнал. Вскоре два силуэта оказались вплотну к ним. Видя, как отец пытался скрыть от них свои слезы, они сильно удивились. Папа, что происходит? Поинтересовалась оранжевая жаба. Но не успел гомобунта ответить, как свое слово вставил Джиро. О, гомакичи, гомотацию, давненько не виделись. Вы так вымахали, что я не сразу даже узнал вас. Появившиеся жабы переглянулись, а затем внимательно всмотрели заговорившего человека. Гомотацию вообще был без понятия, кто перед ним, однако гомакичи быстро вспомнил этого человека. Проблема только в том, что он давно мертв. Глаза гомакичи прямотаки кричали об объяснениях. В итоге уже через час вся гора Мьебак узнала о возвращении Джирая. В честь такого случая решено было устроить праздник. Ох, надо позвать и нару тачан и сказал Фукасаку. Как раз Гоматору отправиться в Канаху, чтобы принести вкусные блюда для тебя, Джирая Чин. Не стоит дедули, я хочу сделать своему крестнику сюрприз. Вот у него лицо будет, когда он меня увидит. Что же, раз ты этого хочешь, так тому и быть. Через еще час Гоматору вернулся и выплюнул из своего желудка коробку, открыв которую, Джирая обнаружил множество деликатесов. Гарем Мьебаку погрузилась в веселье. Повсюду были слышны крики и разговоры. Когда Джирая попробовал первый кусок какого-то вида приправленного мяса, в уголках его глаз появились слезинки. Он целых 14 лет не употреблял пищу, ибо в мире мертвых ее просто не существовало. Это был один из минусов становления духом. Целую ночь продолжался праздник, а наутро многих ждало жесткое похмелье, включая Джираю. Проснулся он раньше всех, и голова у него просто ходила ходуном. Но так как его тело являлось продуктом Мамада, тот внедрил в него некоторые интересные разработки, благодаря чему могла происходить быстрая детоксикация вредных веществ. Конечно, если он захочет, то может деактивировать эту систему, что он и сделал во время праздника. Ну, а теперь, когда тот прошел, можно было снова ее активировать. Через несколько секунд к нему подошли Фукасако и Шима. Из-за возраста они не слишком налегали на спиртное, однако это не мешало им веселиться с остальными. Джира Фукасако приятно улыбнулся. Мы будем очень рады этому. Вскоре остальные жабы начали просыпаться, ощущая последствия прошедшей ночи. Пока они приходили в себя, Джира спросил у своего нового знакомого. Каджи, ты не против, если я немножко подровняю твою прическу и избавляюсь от бороды? Делай что хочешь, это всего лишь стиль, который нравился Амада. Спасибо. Джира подошел к небольшому поверхность, как зеркало. Затем он достал куны и начал шаманить со своими волосам. Через десять минут борода полностью исчезла, пучок волос был убран, а также прическа подравнена. Ну, совсем другой разговор, теперь хоть более ухоженным выгляжу. Кашину оставалось только вздохнуть. Итак, проведя на Гаремье Боку целую неделю, Джира и на конец-то пришло время отправиться в Канаху. Он воспользовался коротким путем. Представлял он у себя небольшой колодец, в который залезть взрослому мужчине было бы трудновато. Поэтому он использовал особую технику, погрузившись в живот маленькой жабы. После этого та прыгнула в колодец. Не прошло много времени, как Санин уже оказался на обратной стороне. Вот я снова и в конохе проговорил Джира и, смотря на обстановку вокруг. Он появился в небольшом храме, специально построенному вокруг короткого пути между Мьебокузанами Канахага Курой. Стоило Джира открыть ворота, как яркий поток света ударил в его глаза. Вокруг храма находился небольшой лесок, и, если он правильно помнил, стоило ему пройти метров сто, как он окажется на одной из дорожек парка Канахи. Память его не подвела. Людей здесь гуляло немного, но достаточно, чтобы у Джира был выбор к кому подойти и узнать о расположении дома своего ученика. Так как прошло уже целых 14 лет, мало кто помнил его внешность, поэтому никто не начал кричать «Боже мой, это же один из трех легендарных санинов, погибшие в далеком прошлом». Нет, все прошло спокойно и Джира выяснил, где живет Наруто. Медленно идя по улицам Канахи, ностальгия поразила мужчину. Да, недавно Каджи здесь уже бывал, но это был Каджи, а не он лично. Конечно, ему хотелось обойти всю деревню и даже заглянуть в любимейшие горячие источники для возобновления своих наблюдений и написаний нового шедевра, однако увидеть крестника он хотел намного больше. Итак, он наконец-то оказался напротив дома нынешнего Хакаги. Джири тяжело вздохнул, после чего собирался постучать в дверь. Однако за секунду до этого он почувствовал мощный источник чакры, появившийся внутри дома. Но он не пешил врываться, ибо обстоятельства были неизвестны. Вот только, когда послышался звук разбившегося стекла и крик боли, он незамедлительно начал действовать. Дверь просто разлетелась в щепки, а сам Джири побежал в сторону источника чакры. Когда он прибыл на место, то обнаружил трех чакры его крестник. Неизвестный мужчина выставил руку перед Наруто, и оттуда сразу появилась тьма. Узумаки попытался отпрыгнуть, но невероятная всасывающая сила не позволяла ему этого сделать. И в этот же момент двое почувствовали постороннего. Но не успел неизвестный среагировать, как получил мощнейший удар ногой по челюсти. Благодаря этому его техника прервалась, а Наруто вернул себе свободу движений. Враг же улетел в стену, разрушив ее. Большое спасибо, но кто Наруто был не в состоянии закончить предложение, когда увидел лицо помогшего ему человека. А ты вырос Наруто, вот уже какой большой. Даже мечту свою исполнил, хотя я в тебе не сомневался. Как жаль, что наше соединение состоялось при таких обстоятельствах, сказал Джире, что сейчас не место и не время для сентиментальностей. Хм, так значит вот кто скрывался под маской. Однако, что все это значит, Кашин Каджи? Спросил неизвестный мужчина, выходя из дыры в стене. Удар, нанесенный прежде, не оставил даже царапины на нем. Знаешь кто это? Спросил Джире у настоящего владельца этого тела. Догадываюсь. Вероятнее всего это лидер организации, в которой состоит Амада. Тут же Наруто встал перед своим наставником. Джирай Синси, уходите вместе с Каваки. Этот противник слишком высокого уровня, вам с ним не справиться. Джирай взглянул на ребенка позади себя. Его внешний вид напоминал ему действия проклятой печати Арачимару, но сила, скрывающаяся в нем, не могла идти ни в какое сравнение с техникой одного из легендарных санинов. И судя приакции Наруто, это дитя ни в коем случае не должно было попасть в руки неизвестного. Господин седьмой, я не брошу вас! крикнул парень. И тут на террасе вспыхнула чакра, следом за которой образовался черный портал. Через мгновение из него вышел Саски. Я тут собирался важную новость рассказать, но видимо, проблемы посерьезнее появились. Давненько не виделись, Джиген сказал Учхо, доставая катану из ножен. Появление нового противника отвлекло Джигена Наруто не пообрезгал воспользоваться этой возможностью. Он на невероятных скоростях подобрался к нему и нанес мощный удар снизу. Тот попал прямо в грудь врага. Дальше, под действием огромной силы Боха Шиноби, его просто отправило в полет на несколько, даже не сотен метров, а километров вверх под углом в 45 градусов. Конечно, из-за подобной силы окружению сильно досталось, хоть Узумаки пытался сдерживаться. Половина комнаты, в которой они сейчас находились, просто исчезла. Надеюсь страховка это покроет усмехнулся блондин. Саски, погнали. Учхо кивнул они вдвоем исчезли, направляясь в ту сторону, куда улетел Джиген. Вот эта сила только оставалась, что сказать Джирайя. Но разве учитель может стоять в стороне, когда его ученик сражается? Даже не думая вдруг сказал Каджи в его голове. За секунду контроля над телом снова вернулся к его первоначальному владельцу. Выражение его лица сильно изменилось, что не ускользнуло от глазковки. Что ты делаешь? Спокойно поинтересовался Джирайя. Раз он лидер организации, которая принадлежит Амада, то я не собираюсь его атаковать. Я уже и так дал спасти твоего ученика, на большее я не собираюсь идти. Затем он посмотрел на парнишку, но его прервал неожиданный гость. Он стоял возле сломанного окна. У него виднелась бородка, волосы завязаны в пучок, а также на голове находилась маска, закрывающая полица. Каджи нахмурился, увидев свою копию до того, как Джирайя поработал над его стилем. Кашин сложил печати и призвал странного вида жабу. Она сильно отличалась от тех, которых он видел на горе Мьебаку. Мужчина, стоящий перед ребенком, встал в боевую стойку. Ему не нравилось то, что делает второй. Не волнуйся, я тебе не враг. Амада сказал не призвать его, чтобы поговорить с тобой идентичный его собственному голос, прозвучал от человека. Сложив еще несколько печатей, он заставил жабу исчезнуть. Кавыки хоть и не понимал, что происходит, но одно узнал точно, перед ним сейчас был член кары, а значит он должен действовать быстрее, чем его противник. Он рванул вперед, вот только, как он преодолел половину пути, Каджи, в чьем теле находилась еще и душа Джирайя, сложил печать. Его волосы удлинились и полностью связали Кавыки. Его сил не хватало, чтобы выбраться и схватки, хоть он и пытался. Мужчина решил подождать, прежде чем действовать. Также вдалеке слышались взрывы от сражений сильнейших мира сего. А еще через несколько минут возле дома Наруто появилось несколько шиноби. Во главе их стоял Шикамару Нара. Он быстро проанализировал сложившуюся ситуацию и хоть он был шокирован тем, кого увидел, это не влияло на его рассуждение. Я не понимаю, что здесь происходит, но, если вы нам не враги, отпустите-ка выкис, дайтесь, прокричал Шикамару. Каджи в маске сказал, мы и мы правда не враги, так что можешь отпустить ребенка. Каджи без маски слегка нахмурился и через несколько мгновений сделал так, как ему сказали. Вернув движение своим конечностям, первое, что сделал ребенок, так это атаковал того, кто его все это время держал. Каджи же с легкостью уклонился чтобы каваки отлетел прямо в сторону Шиноби. Те поймали парнишку, ароматизируя падение. Как видите, он немного агрессивный, так что пришлось его сковать. Как раз после этих слов, Каджи в маске вновь быстро сложил печати. Канаховцы даже не успели среагировать, как появилась огромная жаба. Они насторожились, правда атаковать не спешили. Раз они отпустили каваки, который нужен Каре, значит они были не на стороне этой организации. Жаба пригнулась и открыла рот. Из темноты показался мужчина, которого и каваки и оба Каджи сразу узнали. Теперь еще и Амада придя в себя, прошептал парень. Амада огляделся, видя нарастающее напряжение в воздухе. Ему ничего не оставалось, кроме как вздохнуть. Давненько не видели Каджи. Или мне лучше называть тебя теперь Джире? Спросил ученый. Я все еще Каджи, только теперь знающий всю историю легендарного Санина. Но еще теперь его душа соседствует со мной. Услышав эти слова, глаза Амада показали его заинтересованность. Хотя он быстро покачал головой. Аспект души это не мой конек, так что позже расскажешь, как все так получилось. Затем он перешел на крик. Сейчас вы должны помочь учихи Саски Узу Макинару внули в ту сторону, откуда доносились звуки сражения. Амада же остался в одиночестве, глядя на шина Беконохи. Он достал сигарету, зажег ее, и закурил, ожидая их дальнейших действий. За жизнь он свое точно не беспокоился, а раз его сразу не убьют, он сможет договориться с Конохай. Хим, ты же хотел помочь своему ученику? У тебя больше опыта, так что держи управление над телом. Каджи мог лишь копировать движение Джиро и это отличалось от того, если бы сражался настоящий Синин. Они поменялись местами, а второй Каджи этого даже не заметил. Они слишком сильные, я такого не ожидал. Послышался треск и Джиген посмотрел на кристалл в своем животе. И эти клоны так бесят. Джиген взмахнул своей рукой и в клонах появились стержни. Из-за полученных ран, они испарились, но на их место встало еще несколько десятков. Поняв, что ему не уклониться, сам мужчина уменьшился в размерах. Шинар Тинси крикнул Саски, притягивая к себе Джигена. Но тот все-таки был Асуцуки, хоть и использующим неполную силу, так что смог противостоять силе перетяжения. Он взмахнул рукой, выпуская множество миниатюрных стержней. Чидори Синбон активировал Саски еще одну технику. Множество миниатюрных игл сорвалось с его пальцев, пронзая и заставляя падать стержни противника. Не успел Саски и глазом моргнуть, как Джиген использовал портал, оказавшись за спиной Наруто. Сам Музумаки не успел развернуться, хоть и заметил появление противника, но тут ему на помощь пришли руки из чакры, вырвавшиеся из его спины. Они схватили Джигена за горло и руки, блокируя ему возможность вновь кидать свои миниатюрные стержни. Джиген же начал поглощать эту чакру, но это дало времени Саски использовать Аминотаджикеру. Как только они с Наруто поменялись местами, Катана Саски в отвод должна была пронзить голову врага. К сожалению для богов Миры Шиноби, в том месте, куда должен был попасть и удар, появились черные стержни, заблокировав атаку. Конечно, им удалось спасти жизнь Джигена, вот только небольшая рана все равно была нанесена. И теперь на его лице красовался длинный порез. Саски улыбнулся, так как Наруто уже появился сзади него, Кидэр и Сенсюрикен. Джигену не оставалось ничего другого, кроме как вновь уменьшиться в размерах. В его кристаллическом ядре появилась еще одна серьезная трещина. Нет, так дело не пойдет. Но как не поступить? Против очихи его стержни не работали, ибо благодаря своим глазам он мог видеть их, а Узумаки обладал немыслимой регенерацией, так что ему просто было плевать на раны. Джиген оказался на небольшом расстоянии от Саски и Наруто. Зона их сражения уже давно превратилась в пустырь, так что для него не стало неожиданностью нападения двух творений Амада. Они налетели на него, оба при этом находясь в режиме отшельника. И у каждого в руке находилась по огромному рассингану, дабы блокировать стержни. Джигену вновь пришлось использовать пространственно-временную технику. Только вот проблема в том, что его с обратной стороны уже ожидал Саски. Он нанес сильный удар в корпус мужчины, толкая его в сторону рассинганов. Ублюдок! Прокричал Джиген. Даже если бы он уменьшился сейчас, ему просто не удалось избежать атаки от этих техник. Так что он начал поглощать одну из них, надеясь хотя бы уменьшить урон. В итоге, техника достала врага, а сам Джиген отлетел на несколько десятков метров. На его спине появилось несколько ожогов, что не являлось критичным. Еще несколько трещин появилось на кристалле. Если я и дальше так продолжу, это тело не сможет выжить. У меня больше нет другого выбора. Сказав это, из Джигена начала вырываться чакра. Его тело видоизменилось и перед ними предстал уже совершенно другой человек. В это же время, в Канохе, Шакамару вел Амада на допрос. И тут неожиданно Каманрукеков активировалась, а затем просто исчезла. Советнику Хакаге даже не дали время что-либо сказать, как он услышал крик и на в голове Шакамару, что-то ужасное происходит. В месте, где сражается Наруто и Саски появилась еще более мощная чакра. Она даже превышает то, которое владел Мамошики. Ты точно уверена, прямо как у Мамошики? Переспросил Шакамару, не вери своему слуху. Верно. Услышав слово Шакамару и вот он, Амада улыбнулся. Я не сомневался в седьмом Хакаге и Учихе и Саски. Эти двое смогли заставить Ишике принять свою истинную форму, сказал мужчина. Теперь твой выход, коллега. Джирасенси, что вы тут делаете? Живо ходите, этот противник совершенного не вашего уровня. Крикнул Наруто, увидев истинную форму Джигена. Вся та чакра, которую он ощущал, вся эта сила, заставляла его покрыться холодным потом. Он совершенно не был уверен в их шансах на победу. Ему быстро вспомнился мамошики, и даже он вызывал у него меньше ужас, чем мужчина перед ним. А затем он нахмурился, так как от двух людей сзади него излучалась одинаковая жизненная энергия. Саски Саски также взглянул на новую форму врага. Ты напарник Кагуи? Неожиданно задал он вопрос. Хм, давненько я не слышал этого имени. Да, ты прав, я напарник той предательницы. А теперь умрите. И вместе с этими словами, земля за ним поднялась и оттуда вылез мужчина. Это было сделано настолько тихо, что даже Ишаки не заметил человека, стоящего прямо за его спиной. От него абсолютно не ощущалась чакра, из-за чего враг никак не мог его почувствовать, если не владел способностью ощущать жизненную энергию, как это мог Узумуки. Интересно, что и Наруто, и Саски, и даже Джиры знали его. Не издавая ни единого звука, Арачимару что-то вколол в шио-шики. Что? Удивился Ацуцуки, производя мгновенную контратаку. Арачимару хоть и принадлежал к легендарным Санинам, однако Ацуцуки не тот противник, с которым он способен соперничать. Так что он даже не успел среагировать, как кулак врага попал по его груди. Мощный импульс отправил его в полет на несколько сотен метров. Когда же он остановился, из всех его отверстий хлистала кровь. И даже при всем при этом, улыбка озаряла его уста. Мужчина сложил несколько печатей. Его рот раскрылся, после чего из него выскользнул совершенно невредимый Змейный Санин. «Что ты сделал?» — крикнул в гневе Шики. После того, как в его тело была введена неизвестная инъекция, он почувствовал, как его телу стало дискомфортно. Он рванул к Арачимару, но перед тем встали Наруто и Саски, отбрасывая Асуцуки назад. Видел хмылку Арачимару, и Шики только больше разозлился. Он не всем своим нудром ощущал, что вскоре произойдет нечто ужасное. И его чуйка не подвела. Как только он рванул снова по направлению к Арачимару, на полпути он оступился и упал. Мужчина схватился за горло, а затем его просто вырвало сгустком крови. Странности на этом не закончились, так как все его тело постепенно начало слабеть. Он взглянул на свою руку и ужаснулся, заметив появившиеся почерневшие пятна. «Наруто, сейчас!» — крикнул Саски, видя нестабильность чакры Асуцуки. Однако Наруто не последовал за Учхой, а повернулся к Арачимару. В отличие от своего друга, он мог ощущать саму жизненную энергию Асуцуки. Прямо сейчас она быстро уменьшалась. Увидев действие своего друга, Саски решил наспешить. В свою очередь Ишики встал, вот только по его шаткой стойке легко можно было судить о неспособности продолжать дальнейшие сражения. «Ах ты ничтожество, жалкий червяк, что ты со мной сделал!» прохрипел Ишики, не в силах даже закричать. Арачимару еще шире улыбнулся. «О, благодаря за это Амада! Несколько лет назад он связался со мной и предложил мне сотрудничество. Спросишь, в чем оно заключалось?» «Конечно же, в твоем убийстве. Просто невероятно, лишить жизни самого Асуцуки. Меня это заинтриговало. Мы с ним общались через специальный канал, он делился со мной знаниями о твоей расе. Ишики больше не мог держаться на ногах и упал. «Оу, стоит поторопиться, пока ты совсем не окочурился!» «В общем, он сказал, в случае твоего воскрешения через Каму в неподходящем сосуде, у тебя будет несколько дней, прежде чем твоя жизнь подойдет к концу. И моя задача состояла в том, чтобы ускорить этот процесс». Арачимару показал шприц, которому колон ласу Суки. И я справился. «Создать вирус, который будет действовать на самих Богов. Это, я тебе скажу, нелегкая задачка. Да и не сработал он, если бы ты не решил использовать неполное воскрешение. А так как твои клетки теперь сами стали разрушаться, вследствие чего прекратилось их деление, да и ослаб иммунитет, это стало возможным. «Итак, надеюсь, ты все расслышал перед смертью?» спросил Арачимару, присаживаясь прямо перед лежачей мышики. «Чтобы низшее существо одолило меня, да еще и таким способом максимально тихо произнес мужчина. Он был одной ногой в могиле. Это значит лишь одно, ты никакой не бог, а всего лишь наглец, возомневший себя богом. И то, что ты сейчас умираешь перед моими ногами, лишь доказывает это. Но не волнуйся, и твоя душа, и твои тела, пойдут на благо общества». Арчимару кинул несколько свитков, образовавших пентаграмму вокруг ишики. «Даже если Амада и сказал, что ты погибнешь полностью, меня все же напрягают ваши способности переселять свою душу. Все-таки, не факт, что ему известно о тебе все. Долгие годы изучения датинси и подобных техник дали мне некоторые знания в данном направлении, так что на этот раз я сведу возможность твоего переселения к ноль». Печати на свитках засветились, после чего сошли с них обволокли ишики. Через несколько секунд процесс закончился, и Арчимару удовлетворенно вздохнул. «Теперь все закончено», проговорил Санин. «Арчимару, ты продолжил изучение такого рода киндюцу. Неужели ты убивал людей?» Гнев начал закипать в Наруто. «Не волнуйтесь, Хакаги, весь использованный живой материал поставлял Самада, а он может этих клонов вштамповать, как какой-нибудь ваш любимый рамен. Тем более они не обладают высоким интеллектом, скорее они похожи на животных. Идеальный материал, никакие правила гуманности не нарушаются». Наруто собирался что-то сказать, но Саски схватил его за руку и покачал головой. Благодарим и шики теперь точно не вернется к жизни. Да и раз это кланы с животными инстинктами, не стоит сильно задумываться об этом. Наруто тяжело вздохнул, но доля правды наблюдалась в словах Саски. Затем Рычимару подошел к Джирайе. «Давно не виделись, мой старый друг. Вижу, Амада хорошо над тобой поработал», проговорил Змейный Саннин. «Так ты знал?» Удивился жабий отшельник. Догадывался. Следом в разговор вмешался Наруто. «Ладно, давайте вернемся в Канаху. И раз тут зашла тема клонов, я бы хотел послушать вашу историю, учитель». Джирайя поведомал о случившемся и как же он все-таки вернулся в мир живых. Поняв, что перед ним и правда его Сенси, его крестный отец, заботившийся о нем, Наруто крепко обнял Джирайю. Слезы скопились на его глазах. «Сенси, я счастлив, что вы вернулись», проговорил он. «Даже если у вас теперь и раздвоение личности». Даже в такой трогательный момент Тузумаки решил немного пошутить. А в следующую секунду Наруто разревелся, как маленький ребенок. Но никто из присутствующих не собирался осуждать Наруто, ведь это была вполне нормальная реакция. Дорогой его сердцу человек вернулся, как можно было оставаться спокойным. Если бы Саски сейчас встретил членов своей погибшей семьи, он ничуть не отличался бы от Наруто. В скором времени они вернулись в Канаху. Мировой войны Шиноби, хоть и побитые, возвращаются с улыбкой на лицах, все они победоносно закричали. Вперед же вышло два человека, которых многие знали в деревне Каши Цунади. Пятая Хакаги подошла, встав прямо напротив Джирайя. Мужчина не знал, что сказать, да и не нужны сейчас слова. Они крепко обнялись. Я же говорила, говорила и тебе Цунади плакала, не переставая отвердяйте слова. Я знаю зная, прости меня. В тот раз я и правда сплоховал, ответил ей отшельник. Больше никогда не покидаю нас еще крепче, обняв своего друга, проговорила Синджу. Некоторые люди в толпе, видевшие Сани на пару раз, также начали замечать, что мужчина, обнимающий прошлую Хакаги, чем-то напоминает легендарного Джирайю. И видя сцену перед собой, они ясно получили ответ. Никто не мог в это поверить, но правда была прямо перед ними. Затем в толпе показался парнишка лет двенадцать. Все в деревне знали чей это ребенок, так что пропустили его вперед. Он улыбнулся, глядя на Наруто. Тот улыбнулся ему в ответ. Вижу с тобой все хорошо, старик сказал он. А как могло быть иначе, я же все таки Хакаги, моя обязанность защищать деревню, и никто меня не победит, пока кинаха существует. Цунади и Джире прекратили обниматься, и мужчина посмотрел на парня. Он очень похож на тебя, Наруто сказал Санин. Мальчик посмотрел на Джирайю. А вы кто? Баруто, это Джирай Синси, твой дедушка улыбнувшись, ответил Наруто. Баруто посмотрел с удивлением на Джирайю, ибо отец много про него рассказывал, однако тот давно умер, так как же он сейчас находится перед ним. А вот Джирай удивился тому, что его назвали дедушкой. В смысле дедушка? Спросил мужчина. Ну, ты же мой крестный папа извращенный отшельник, а значит, технически, приходишься к крестным дедушка и Баруто. Названные переглянулись и Джирай разразился смехом. А что, звучит интересно. Приятно познакомиться Баруто, твой дедушка будет рад тебя научить всем премудростям жизни. И первым делом мы отправимся в общественные горячие источники. После этих слов мгновенная карма настигла его в лице Цунади и ее крепкого кулака. Эээ, больно проговорил Джирай, расплескавшись на земле. Видя, в каком положении находится его учитель, это напомнило Наруто о старых временах. Его сердце наполнилось теплотой. Самая большая угроза для человечества была устранена и теперь он мог спокойно продолжить наслаждаться мирными деньками вместе со своей семьей, в которую вернулся Джирай. У меня еще и дочь есть, думаю ты ей понравишься. Но только попробуй какую-нибудь пошлость ей показать, то у меня так просто не отделаешься пригрозил изумуки. Давным-давно все считали, что история легендарного Жабьева Отшельника закончена, но сегодня все поняли, что она продолжается. И даже когда она и правда подойдет к концу, ее никогда не забуду. Ведь легенда не умирает, она всегда будет жить в сердцах людей.